Как скачать программу iTunes на Windows 7? Многие пользователи сталкиваются с данной проблемой. Самая последняя версия программы iTunes поддерживает только операционную систему Windows 10. Но что делать тем пользователям, у которых операционная система Windows 7? Смотри этот урок до конца, я тебе покажу надежный способ. Итак, друзья, всем привет! Вы на канале ProComputer. Итак, поехали! Итак, друзья, передо мной операционная система Windows 7. Проверить это можно правой кнопкой мыши, если мы щелкнем по ярлыку «Мой компьютер», перейдем в свойства. И в свойствах системы мы видим, что на данный момент установлена операционная система Windows 7. Давайте теперь сюда и установим программу iTunes. Я сверну свойства компьютера, они нам еще пригодятся. Давайте перейдем на официальный сайт программы iTunes, вводим в Google iTunes, переходим на официальный сайт корпорации Apple, прокручиваем немножко вниз и видим блок «Нужна предыдущая версия iTunes». Нажимаем по данной ссылке, выберите предыдущую версию iTunes. Еще раз повторюсь, последние версии программы iTunes устанавливаются только на Windows 10. Теперь, друзья, еще раз нам необходимо прокрутить вниз. И, друзья, теперь обратите внимание на следующие пункты. iTunes для 64-разрядных версий OS Windows со старыми видеокартами. Обратите внимание на цифру 64. Если у вас 64-разрядная операционная система Windows 7, то вы скачиваете для 64-разрядных систем. Если у вас 32-битная Windows 7, то скачиваете для 32-битных операционных систем Windows 7. Друзья, как узнать, скольки разрядная операционная система Windows 7 установлена на вашем компьютере или ноутбуке прямо сейчас? Для этого мы заходим в меню «Пуск», выбираем «Компьютер», правой кнопкой мыши и переходим в «Свойства». И смотрим, если у нас тип системы 64-разрядная операционная система, то мы качаем программу iTunes для 64-разрядных версий. Эта версия у нас от 16-го года, это от 15-го, это будет у нас свежее. Соответственно, давайте скачаем более свежую версию. Нажимаем «Загрузить». Отлично, мы видим, что на данный момент качается установочный файл программы iTunes. Еще раз повторюсь, если у вас 32-разрядная версия операционной системы Windows 7, качаете для 32-битных систем. Отлично, файл скачался. Как мы знаем, все файлы попадают у нас в папку загрузки. Мы можем запустить из браузера, а можем перейти непосредственно в папку загрузки. И вот он, наш установочный файл. Давайте его запустим. Нажимаем «Запустить». Сейчас происходит извлечение файлов. И программа установки сейчас нам установит программу iTunes на операционную систему Windows 7. Как только вы установите программу iTunes, я рекомендую удалить этот файл из папки загрузки. Друзья, также хочу обратить внимание, когда вы устанавливаете программу iTunes, в автоматическом режиме также устанавливаются и драйвера, необходимые для вашего телефона. То есть, вы можете подключать свой телефон, и мой компьютер у вас отобразится. Новое устройство вы можете импортировать и экспортировать фотографии на iPhone в два щелчка мышью, даже не используя программу iTunes. Отлично! Программа iTunes установилась на наш компьютер. Здесь галочка «Открыть iTunes после выхода из установщика». Мы оставляем эту галочку и нажимаем кнопку «Завершить». Сейчас программа iTunes запустится на нашем компьютере. Также хочу обратить внимание, что ярлык iTunes создан в автоматическом режиме на рабочем столе. Фильмы на этом компьютере требуются QuickTime. Скачиваете QuickTime и устанавливаете также на ваш компьютер. Отлично! Мы видим, что программа успешно установилась на наш компьютер с операционной системой Windows 7. Теперь вы можете подключать ваш iPhone без проблем. Надеюсь, урок был полезен. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.